Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». Сегодня у нас в студии директор Рязанского художественного музея Марина Котова. Здравствуйте! Здравствуйте! Марина Александровна, этот год был богат на события. В 2013-й в Рязанской области был объявлен Годом музеев. Художественный музей отметил не так давно свое столетие. Примите мои искренние поздравления. И вот снова праздник – Международный день музеев. Расскажите, пожалуйста, как проходят ваши трудовые будни в этой атмосфере праздника? Я бы сказала, что главные торжества по поводу нашего юбилея еще впереди. Они запланированы на конец года, на декабрь месяц. Так что весь год – это год юбилейный. Да, мы отметили день рождения в кругу друзей. Да, у нас прошли уже некоторые акции, посвященные нашему юбилею. Но, повторюсь, главное событие – они все-таки отложены на конец года, когда будут подведены итоги Года музеев Рязанской области. Пройдет торжественный вечер, торжественное мероприятие, где наш музей в том числе будет принимать поздравления. Потому что кульминация Года музея все-таки – это столетний юбилей нашего музея. И у нас трудовые будни, они в течение всего этого года очень напряженно проходят. И буквально вчера мы вернулись из Москвы, где на станции метро «Партизанская» был упущен поезд «Акварель» с электронными копиями шедевров нашего музея. Мы второй провинциальный музей, который показывает свою коллекцию в московском метрополитене. Хотя экспозиции меняются там примерно два раза в год, и свои экспозиции показали Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, музей «Панорама Бородинская битва», ну и вот Государственный русский музей, и в их числе теперь и Рязанский художественный музей. И, собственно, у нас на конец года запланированы и, ну, самые такие трудоемкие, я бы сказала, с точки зрения работы именно музейной мероприятия. Это две большие выставки. Одна из них – это своеобразный отчет о реставрационной работе музея. Мы называем эту выставку, пока такое рабочее название, «Второе дыхание», где покажем произведения нашего музея, которые были отреставрированы за последние 5-10 лет. И второй большой выставочный проект, который называется «Партнеры музея». Мы считаем, что очень сильной стороной нашей деятельности является выставочная работа, партнерские взаимоотношения с музеями и провинциальными, и столичными. У нас отлажены замечательные связи с Государственным историческим музеем, с Государственной Третьяковской галереей. Мы делали выставки совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Ну и вот, что я считаю такой сильной стороной нашей деятельности, мы очень активно ведем обменные выставочные проекты с музеями провинции. Ну, тот, кто внимательно следит за нашими выставками, наверное, помнит, что вот в прошлом году, например, была у нас выставка из Белгородского художественного музея. В свою очередь мы отправляли свою выставку туда. Была выставка из Липецкого музея, из Воронежского музея, из Ярославского музея и так далее. А вот в этом году, буквально в конце уже мая, мы откроем выставку из Тамбовской картинной галереи. Ну, а наша выставка, в свою очередь, уедет в Тамбов. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот такую бурную деятельность, выставочную, обменную среди провинциальных музеев, пожалуй, единственный вот Рязанский музей ведет так активно. Если отвлечься от праздничных хлопот и насыщенной программы, запланированной на оставшийся год, с какими трудностями приходится сталкиваться сейчас к художественному музею? Ну, знаете, проблем много. Это уже настрявшая в зубах нехватка средств. У нас большие планы по модернизации материально-технической базы музея, потому что в течение довольно долгого времени делались, конечно, ремонты, делались какие-то реставрационные работы, но вот такой глобальной модернизации не проводилось. Музей находится в этом здании с 1980 года. И сами понимаете, что за 30 с лишним лет существования, во-первых, мы выросли, нам не хватает площадей под фондовое хранение. И для того, чтобы вести какие-то реставрационные работы в самом здании, необходимо прежде всего либо расширить, а по нашему пониманию нужно построить новые фонды хранилища, куда мы могли перевести свои экспонаты и уже заняться непосредственно реставрацией здания. То есть это глобальные такие проблемы, которые требуют, естественно, больших финансовых вложений. Но перспектива такая существует. То есть мы находим поддержку в Министерстве культуры. И вот отметив юбилей, мы начнем уже вот такие глобальные перемены в материально-техническом состоянии музея. То есть государственную поддержку вы чувствуете? Да, мы чувствуем. И, конечно, ну, как всегда, хотелось бы больше. Но если, предположим, сравнивать с положением музеев в других областях, то мы не в самом худшем положении, вот так скажу. А насколько вас требованы сейчас художественные музеи? Ну, я ищу себя такой надеждой, что мы сейчас на подъеме. Вот за последние три года посещаемость музея увеличилась более чем на 10 тысяч. Это много, потому что темпы вот такого роста посещаемости мы не наблюдали в течение вот последних лет 20-30. То есть это о чем говорит? О том, что выбранное нами направление деятельности, оно правильное. А во-вторых, мне кажется, и я уже неоднократно это слышала и от коллег, и от наших посетителей, что художественный музей стал посещать модно. То есть в этом есть, ну, определенный престиж, что ли. Понятно, что художественный музей, он рассчитан на зрителя подготовленного. И наша задача, вот те школьные экскурсии, которых у нас достаточно, сделать, ну, постоянными и неоднократными. Для этого разрабатываются специальные образовательные программы, которые предусматривают посещение неоднократной музейной экспозиции. В этом тоже вот перспективная такая наша деятельность. И вот мы еще заметили такую тенденцию, что в последнее время все больше стало одиночных посетителей, так мы называем людей, которые не организованы в экскурсионные группы. То есть приходят семьями, приходят бабушки с детьми, мамы, папы с ребенком. Ну, это говорит о том, что люди тянутся к искусству, им интересно то, что происходит в музее. И мы очень надеемся, что вот новая экспозиция, которая сейчас готовится, и мы ее откроем именно в дни торжественных мероприятий юбилейных, она подстегнет интерес и любопытство к нашему музею, потому что экспозиция интересная, инновационная и совсем не то, что было до этого времени. Что нужно делать для того, чтобы не теряя традиции быть современным и, не побоюсь даже этого слова, модным музеем? Ну, для этого нужно, конечно, четко следовать каким-то тенденциям. Ну, вот в нашем музее мы, кроме таких академических экскурсий, нашли, я думаю, такую собственную, что ли, примету. Мы проводим музыкально-литературные вечера. Мы как бы совмещаем искусство изобразительное и искусство музыкальное. У нас создалась уже целая группа постоянных посетителей, которые следят за этими мероприятиями. Кроме того, вот я говорила о новой экспозиции. Там будут применены инновационные средства общения с публикой, то есть новые черты коммуникации с молодыми и пожилыми людьми. То есть музей, он развивается. И недаром межмузейный такой конкурс называется «Меняющийся музей в меняющемся мире», оставаясь хранилищами, по большому счету, музей приспосабливается к веяниям времени. Спасибо за интересную беседу. Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Ну, а я, в свою очередь, хочу вас пригласить в музей, чтобы мы не только вот на словах говорили о том, как преобразился музей, какие у него перспективы, но и воочию убедились, что музей живет и развивается, и дай бог ему еще сто лет жизни, а то и больше. С удовольствием. Спасибо. Это были «Семь минут». Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.